всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка связана тоже с фототехникой и видеотехникой а более конкретно с фотоаппаратом nikon d 5600 к нему есть продажи батарейная ручка для того чтобы дополнительно к основному аккумулятору который находится внутри фотоаппарата еще добавлять один плюс здесь еще есть возможность добавить 6 батареек либо аккумуляторов типа 2а тем самым увеличивается продолжительность время съемки как фото так и видео съемки и тем самым фотоаппарат поддерживается достаточно долгим рабочем состоянии когда вы можете без проблем снимать достаточно продолжительное время все это пришло из китая как сами понимаете кстати этот батарейная ручка помимо nikon d 5600 предназначены также для никона д 5500 что из себя представляет упаковочка представлена у вас перед глазами сейчас мы ее вскроем посмотрим и продемонстрируем возможности будет ли работать особенно мне интересует будет ли работать от аккумуляторов типа 2а 6 батареек давайте смотреть что пришло какая комплектность каком варианте помимо обычного серого пакета в котором находились эти посылки здесь кстати было опять консоли зация посылок пришло все вот возвращайте часть денег за покупки в алиэкспресс с кэшбэк сервисом летишопс это реальные деньги которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона будьте в тренде покупайте с кэшбэком от летишопс ссылка в описании внутри находился вот такая вот упаковка достаточно все сохранном виде пришло видим два вида фотоаппарата называется mbd 5500 и плюс чего замещение но предназначена ввиду того что фотоаппараты по своим размерам они одинаковые предназначены для двух типов сначала разрабатывали для d5500 но последующем все это перешло на новую модельку d5600 чем они отличаются все это было подробно на моем канале вскрываем внутри находится пультик инфракрасный такого типа непонятно зачем инфракрасный потому что съемка происходит непосредственно со смартфона как вариант ну положили положили внутри нету батарейки батарейка здесь стандартную как и для всех материнских плат кр 2032 ее без проблем можно купить сюда ставить дальше здесь кабелек стандартный метод для батарейной ручки это для подключения камеры для того чтобы у вас срабатывал нижний затвор помимо основного затвора который находится на камере еще срабатывал нижний затвор дальше есть инструкция как обычно на двух языках это у нас китайский язык и английский язык но здесь достаточно всего подробно написано если что-то не знаете языка то можете соответственно взять смартфончик и google translate навести камеру свою в это время и вам надписи все эти переливаются и вот здесь вот сказано что без использования вспышки где-то приблизительно 3500 снимков при температуре 20 градусов но я при 0 и 200 тысячи 2000 ну а если две также батарейки и аккумулятора находится внутри и где-то 50 процентов используете вспышку то уменьшается практически два раза в 1800 и полторы тысячи при 20 и 0 градусов соответственно такая вот инструкция вот у нас ручка вернее приемник аккумуляторов для стандартных батареях кстати силикогель лежит для стандартных аккумуляторов имеется ввиду аккумуляторов типа 2а здесь помещается 6 штук кстати на упаковке написано здесь вот если внимательно прочитаете 8 по-английски но китайцы как всегда у нас с китайского плохо переводят на английский и вместо 6 написали 8 и сам батарейный блок основной здесь подключение идет дальше винтовое соединение вместе с камерой для инфракрасного приемника нижняя кнопка здесь стандартная резьба 1 4 так и сверху для того чтобы установить на штатив а здесь подключить камере сюда можно установить ремешок дальше включение и отключение нижней кнопочки и китайский и здесь внутри находится сам приемник такая здесь подготовлены для установки двух стандартных аккумуляторов ен ел 14 или просто 14 еще старый вариант у кого сохранился так все сделано достаточно качественно сейчас давайте мы проделаем операцию и подключим этот батарейный блок камеры и посмотрим как он работает двумя видами аккумуляторов снимает либо не снимает тем самым проверим работоспособность и так давайте подключать и смотрим оба Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok